Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы будем рассматривать такой вопрос. Что значит принять пророка и праведника во имя пророка и праведника и получить награду пророка и праведника? Мы будем отталкиваться от текста Евангелия от Матфея, 10 глава, 41 стих. Потом мы с вами посмотрим текст. Первое послание к фессалоникийцам, 5 глава, 12-13 стих. Но сначала Евангелие от Матфея. «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка?» То есть он станет как пророк. Если человек получает награду пророка, значит он как минимум становится пророком. Сложный текст. «И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». То есть помогая праведнику он сам становится праведником и получает за это достойную награду. Это Евангелие от Матфея, 10 глава, 41 стих. О чем это? Это о том, что любое служение в церкви совершается конкретным верующим человеком при помощи других верующих, а иногда и неверующих людей. И все, которые помогают служителям церкви совершать то служение, которое они совершают, по своему значению они как бы становятся служителями церкви, потому что без них служение оно бы не совершалось, которое они поддерживают в конкретной иерархической должности того человека, которому они помогают. И есть пример из книг царей, где рассказывается о пророке Ильи, у которого был помощник Елисей. Елисей был крестьянин. Его призвал Илья, когда Елисей пахал поле. И чем же занимался Елисей рядом с Ильею? Он лил воду ему на руки, то есть он ухаживал за ним, помогал. И по утрам перед молитвой он лил воду ему на руки, и Илья омывал руки, лицо, чтобы начать молитву или начать день. Но день тоже начинается с молитвы. И вот за то, что Элиша лил воду на руки Ильяху, он стал выше, чем Ильяху. То есть тот, кто помогает пророку, он сам становится в чем-то выше пророка. Поэтому любое послушание в церкви – это великое преимущество для человека, который несет это послушание. Например, кто-то моет полы, кто-то ухаживает за подсвечниками, кто-то звонарь на приходе, кто-то певчий, кто-то чтец, сторож церковный. Все получают общую награду, как слуги Божие, как слуги Божие. С другой стороны, есть другое объяснение этого сложного текста. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. О чем это? Кто принимает священника во имя его сана, то есть во имя священника, получит награду, которую он может получить от священника – благословение. Что это значит? Принимает священника во имя священника. Он принимает священника не потому, что этот рыжий, а этот блондин. Этот брюнет, этот толстый, этот худой. Этот ему симпатичен, этот не очень. А у этого глазки косят. Нет. Если это священник, то это священник. И отношение к нему должно быть соответствующее. Если это пророк, то это пророк. И когда мы видим священника и принимаем его как священника, мы поступаем разумно. Я бы даже сказал, более чем разумно. Христос говорил, что тот, кто примет вас, тот примет меня. Он это говорил своим апостолам, ученикам. В первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 12-13 стих, мы находим такие слова. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас, то есть мы должны уважать всех трудящихся в церкви, но прежде всего и предстоятелей ваших в Господе, то есть тех, которые возглавляют молитвенное общественное богослужение». Далее. То есть сначала мы уважаем всех трудящихся в церкви, сугубо предстоятелей в Господе, это епископы, это настоятели, благочинные, и вразумляющих вас, то есть тех, которые проводят духовные беседы, проповедуют, это вразумляющие нас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их, и будьте в мире между собой. То есть начало мира между христианами – это их особенно уважительное отношение именно к священному началью. Как Игнатий Богоносец говорил, что нет церкви без епископа, я помню, когда я учился в семинарии, и по вечерам мы, семинаристы, гуляли вокруг лавры, и иногда заходили какие-то разговоры, и семинаристы иногда начинали говорить о священном начале и без уважения. И один у нас был семинарист, он всегда делал так, он был очень грамотный, он был отличник среди нас, он затыкал уши и убегал. Позже он стал митрополитом. Я думаю, что он именно почитал священном начале, как священном начале, и он стал сам священном начале. Это действительно так. Ибо мера того, как мы относимся к другим, она и может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам самим. Итак, друзья, мы рассмотрели еще один вопрос, чтобы вам не пропускать новых вопросов, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, и вы будете получать необходимую информацию, и берегите себя. Продолжение следует...